Здарова! Меня зовут Лёха, мы находимся в Масловке, но честно говоря, сегодня вообще галяк. Тестировать нечего. Слышь, пацан, мелочь есть? Давай попрыгай. О, а говоришь нет, давай-ка выгребай. Слышь, Лёх, чё за выгребай? Ты чё неграмотный? Правильно не выгребай, а выгрёбывай. Ну давай выгрёбывай. Эй, давай выгрёбывай отсюда. О, а вот здесь выгребай. Ну чё, Лёх, сколько там? 11 рублей. О, ничтяк, по-моему, семок купим. Ты чё, какие семки? Бери выше. Ничего, в голову не приходит? Приходят. Семки. 11 рублей. Сегодня тестируем газель, маршрутку. Итак, самое главное в газели тихо закрывать дверь. Потому что если будешь громко хлопать дверью, то водитель может убить. Хотя с другой стороны это неплохо. Попав на небеса, можно будет сказать, что ушёл, громко хлопнув дверью. В газели есть три никому не нужные вещи. Зеркала, в которые никто не смотрит. Двери, которые никто не открывает. И люк, в который никто не выглядывает. Давайте заглянем внутрь. О, глянь, какое местечко чистенькое. Все грязные, а это прям чистое, никто не сидит на нём, видать. Странно, почему? Дай я присяду. Передайте за проезд! Создатели газели очень неплохо позаботились о том, чтобы не гремела подвеска. Сделали вот этот вот отсек. Кидаешь сюда мелочь, а она гремит громче подвески. Ой, Игорё, глянь, а вот какое место удобное. Чистенькое. Интересно, что на нём-то никто не сидит? Ай! Передайте за проезд! Тьфу! Ну, чё, давайте проверим нашу малышку в действии. Машина очень манёвренная. Она бы наверняка очень понравилась моему деду. Он всегда говорил, что война, главное манёвры. Игорь, а ты что такой весёлый? Да спереди успел сесть. Так, мы на трассе. Едем 120 км в час. Ну, согласен. На трассе, конечно, не то. В городе побыстрее получается. Ну, а теперь давайте узнаем мнение богини. Ну, чё, думала моя маршрутка едет. Тормознула. Спрашиваю, стоя можно? Казалось, можно. И стоя, и спереди, и сзади. Ну, чё, тачка, в принципе, отличная. А главное, и денег заработали неплохо. Этот тебя обидел. Чё, пацаны, мелочи есть? Нету.